В Парканах есть единственный на все село столетний житель Анна Дмитриевна Чмиль. Сто лет ей исполнилось на днях. С юбилеем поздравляли соседи и администрация села. С долгожительницей встретилась и наша съемочная группа. Она нам всю жизнь помогала. Она и детей моих смотрела. А потом уже правнучек. Она была у нас как бы палочкой-выручалочкой. Всем бы таких бабушек, как наши, говорят Петр и Мила. Свою Анну Дмитриевну племянник и его жена называют тетушка Аня. За плечами у нее непростая и порой тяжелая жизнь. Работать пошла с 12 лет. В поле помогала отцу. Маленькая Мила и в поле работала. Пацаны все, горюк, картошки. Все время копать, копать, копать. Потом война. Парканы оказались в оккупации. Румынам приходилось отдавать половину урожая. Не доедали и много работали. Самые счастливые воспоминания у бабушки Ани из детства, до войны. Когда в школу ходила, то она видела хорошего. Отец был живой, учил мне, подказывал. И я в классе была первая. После войны Анна Дмитриевна пошла в колхоз. Почти полжизни в садоводстве. До 84-х лет сама собирала черешню. В огороде ни одной травинки вспоминает племянник Петр Николаевич. То, что их тетушка Аня прожила до 100 лет и самим поверить трудно. Уверены, это все ее отношение к жизни и к людям. Труд и доброта, человечность какая-то, мимо не пройдет. Без поучений, конечно, но мимо не пройдет. Своих детей у Анны Дмитриевны нет. Зато помогла вырастить троих племянников. Потом нянчила внуков. Теперь они часто звонят ей, поздравляют на праздники. А это подарок на столетний юбилей от самых маленьких. Моя внучка уже говорит, хочу видеть бабушку Аню старенькую. Самую старенькую покажите мне. На 100 лет поздравить Анну Дмитриевну приходили соседи, администрация села. В Парканах сегодня она единственный 100-летний житель. Ирина Руснак и Владимир Погоня, ТСВ.